ребята всем привет сегодня после работы собираюсь в магазин делать покупки самое такое необходимое и сниму вам отдельный сюжет покажу что и как и сегодня должны приехать собирать шкаф пока я буду на работе тоже потом сделаю обзор покажу когда будет уже собранный шкаф что у нас получилось с этим шкафом если вам интересно смотрите продолжение вот так у нас сегодня возле дома плавают уточки вот дом где я живу эти уточки сегодня тепло прям аж не верится что зима сегодня буду делать покупки в магазине audi вот они не так удобнее я покупаю продукты и потом еду домой все что я куплю покажу вам и покажу что сколько стоит в чеке вот такие интересные штуки не знаю даже что это такое разновидность наверно как это капусты потому что рядом с проколи с цветной капусты лежит белые грибы за 200 грамм 4 франка две штучки в коробочке любят они вот этот зеленый горох и фенхель любят запекать но фенхель необычный по вкусу ну то есть можно его с рыбой или с мясом чем-то запекать он вкусно вот такое огромное авокадо здесь продается размер моей руки и размер этого авокадо по весу наверное где-то с полкило какие-то необычные сегодня у меня небольшой был поход в магазин купила то что мне нужно было самое необходимое так как я своим ходом и тащить это все не очень удобно было значит буду рассказывать вместе с ценами купила один ананас цена его 2 франка лук шалот его здесь 300 грамм и цена за него 90 центов купила съезд картофель сладкий картофель как у нас принято говорить три штуки небольшие получается они вышли 632 грамма цена за килограмм 1 франк 95 копеек купила обычный белый лук 1 килограмм его стоит полтора франка чокодринк 250 миллилитров взяла две штуки по 50 центов купила фрешкезе первый раз такое взяла попробовать там был с оливками и разными специями я взяла просто обычный к салату потому что я его ем с огурцами и с помидорами в салате плюс он в оливковом масле цена такого сыра два с половиной франка пиццу взяла 430 грамм это небольшая пицца и цена ее 3 франка взяла сосиски я обычно такие сосиски беру кушать завтрак перед работой их 5 штук в упаковке 500 грамм и цена 4 франка взяла подсолнечное масло потому что иногда бывает что-то жарю или разогреваю использую его рапсовое масло мне не очень нравится запах дает и другие масла только оливковое и подсолнечное более-менее нормально получается 1 литр масла четыре с половиной франка здесь стоит это самое обычное самое недорогое масло купила 250 грамм вот такие био огурцы они идут получается совсем небольшие в маленькой упаковке 250 грамм био и цена их 1 франк 69 копеек также шоколадные фрукты это сейчас вот такие вот под новый год стали продавать по акции гурмет конфеты шоколадные здесь получается идет ананас в шоколаде как у нас раньше была там вишня с каким-то напитком в шоколаде здесь без всяких напитков просто кусочек ананаса в шоколаде и такое же самое я взяла вишню в шоколаде посоветовали мне на работе попробовать сказали что очень вкусно еще не пробовала попробую потом может расскажу я их взяла четыре штуки чтобы себе и на подарки к новому году также купила сок кокосовый его получается объем 400 миллилитров цена его 2 франка килограмм томатов на удивление недорогие они сейчас розовые помидоры и цена их 2 франка также это все было в сумке и весь мой чек вышел на 38 франков вот такая пицца у меня вышла сейчас буду доставать разрезать и кушать мой ужин пицца только достала из духовки горячий салат и порезанные фрукты дыня груша и хурма забыла даже как уже по нашему тут хурма по-немецки как и такой салат вкусно мне вышел с пиццей вот сегодня приключилась у меня такая ситуация должны были прийти мастера собирать шкаф шкаф привезли ключи были заходить побоялись потому что собака в доме вот тут по этого мелкого микроба побоялись оставили шкаф на улице сейчас вам покажу в разобранном виде шкаф вот это вот мне привезли шкаф не хочет настраивать четкость а микроба я закрыла на кухне оставив ей еду лежанку ее и закрыла дверь чтобы они могли прийти в другой день сегодня вот что в итоге она сотворила разгрызла шкрябала шкрябала грызла или шо это она делала короче вот это у меня такая беда теперь с дверью не знаю как ее чем ее закрасить потому что она не просто поцарапана немного даже стерта разобрана в виде и вот побоялись вот этого микроба 3 килограмма оставили этот шкаф и уехали и оставили записку куда позвонить в итоге собака была закрыта целый день пока я была на работе я ожидала так как договаривалась что приедут мастера соберут шкаф его там на лестничной площадке только откроют ключами своими дверь и поставят занесут мне в комнату а никто так и не приехал собака просидела зря разодрала пол двери и мебельщиков нету я не ожидала что такое может быть в швейцарии и не сообщение не звонка ничего я не понимаю теперь когда они будут сама невинность обе кто дверь погрыз обе обе злой пёс открыла я кокосовое молоко первый раз купила в магазине до этого не обращала на него внимание но я не ожидала что оно такое густое просто как творог на вкус напоминает чем-то кокосовую стружку только нету сильной сладости в принципе кушать можно жирность чувствуется кушать можно вот такой шкаф собрали поставили у меня его в спальне здесь он на два отдела идет получается вешалка и одна полка вторая часть такая же самая честно говоря я думала будет больше полочек но наверно здесь так не принято что надо будет покупать разные вешалки все вешать на вешалке вешалки 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 вешалки